Медицинское учреждение Министерство обороны, половина местных органов власти. Такие объекты есть и в Брестской области, такие объекты есть в Витебской области, в Гомельской области, в Минской области. Гордость Медроты – современная клиникодиагностическая лаборатория. Она позволяет проводить широкий спектр гематологических и биохимических исследований. Есть кабинет функциональной диагностики, оснащенный электрокардиографом, велоэргонометром и аппаратом для исследования дыхания. Этот очередной шаг в партнерском сотрудничестве с западным оперативным командованием. В этом году мы должны завершить строительство крупного военного городка в Грозненском районе. И есть еще у нас договоренности с командованием, с ЗОКом и с министром обороны. Сегодня мы еще раз обговорили. Объекты социальной направленности вот здесь, в этом городке. Новое госпитальное отделение разместилось здесь же, на втором этаже. Одновременно на излечении могут находиться 30 пациентов. В каждой палате функциональная мебель, тепло и уют. В армии служат кто? Особенно солдаты срочной службы. Это наши дети, это наша молодежь, которая, как любой человек, требует и медицинского обеспечения. Реконструкция или строительство, оснащение современной начинкой, подготовка персонала. Именно этот путь проходят военные и лечебные учреждения. Сегодня в арсенале медиков в погонах исключительно высокоточное оборудование. А значит, пульс армии и в дальнейшем будет уверенным и четким. Леонид Дубаневич, Александр Питкевич, телекомпания Воен-ТВ. Специально для программы «Наше утро». Субтитры создавал DimaTorzok